Повествование о пророках Наше путешествие начинается с юга Саудовской Аравии до Турции, проходя через города Египта, Сирии и Ирака. Мы посетим места из посылания пророчества и мест, куда ступали ноги пророков. Существование этих свидетельств является признаком преданности обитателей этих районов пророкам и их посланнической миссии. Живое свидетельство, указывающее на пророчество, как ничто иное, закрепляет веру в пророков и их миссию, являющиеся одним из столпов вероубеждения, и помогает постичь высокую истину, ради которой они и были посланы. Мы совершим вместе с вами путешествие по земле пророков, проследуем по их пути и ознакомимся с историей наставления человечества. Историей, вечной и нерушимой основой которой является знание о пророчестве. Субтитры создавал DimaTorzok На земле все было готово к принятию нового существа, созданного Всевышним Аллахом для того, чтобы населить эту планету. Были учтены все блага. Воздушная оболочка защищала от жестких космических излучений и метеоритов. Обилие воды обеспечивало жизнь и сохраняло равновесие. Леса и поля снабжали необходимым питанием, теплом и одеждой, соответствующими атмосфере земли и пригодными для человека, созданного из этой земли для того, чтобы он жил на ней и вернулся в нее после смерти. Мы, как правоверные мусульмане, уверены, что все во Вселенной сотворено. Творением является и адом, так же, как небеса и земля, когда него животные, а до них растительность. Очередность этапа в создании адома была следующей. Сначала увлажненная водой земля стала глиной. Через некоторое время глина подверглась гниению и видоизменилась, приобретая вид черной массы с неприятным запахом. В дальнейшем она превратилась в гончарную. Наблюдая за тем, что происходит с человеком после смерти, можно убедиться, что он проходит эти этапы в обратной последовательности. Сознание было названо Адамом, так как сотворено из покрова земли ее лица. Но покров сам по себе не имеет души, и поэтому Всевышний Аллах вдохнул в него душу. Это не означает, что Всевышний Аллах вдохнул в него душу, просто дающую творению возможность двигаться. Такая душа есть во всех творениях. Но лишь в отношении человека Создатель сказал, «Я вдохнул в него от моего духа». Что это за душа? Это ум, которым Аллах выделил человека среди всех творений. Под таким умом подразумевается воля и свобода, способность добывать знания. Благодаря данной силе, вложенной Всевышним в это свое творение, оно превосходит ангелов, которые совершили ему поклон по велению Аллаха. Всевышний поведал нам, что в то же время эта способность явилась причиной зависти и вражды со стороны других творений, обитавших во Вселенной джиннов и во главе их Иблиса. Те увидели, что новое творение своим умом, знанием и волей превосходит всех остальных, в том числе и их самих. Способность приобретать знания, отличающие Адама от джиннов и ангелов, описана Всевышним Аллахом в благородном Коране на примере обучения Его всем именам. Создав человека, Всевышний наполнил его особым смыслом, который проявляется в нем, отличая от всех других творений и поднимая на особый уровень. Человек является носителем знания о пути Аллаха, наследником пророчества, наместником на земле, где все сотворенное создано лишь для того, чтобы служить Ему. Чтобы жизнь на земле продолжалась, Всевышний создал Адаму пару, его жену, и дал ей имя Хава. Создатель поселил их в раю. Сказания об Адаме — краеугольный камень всех коранических сказаний. Это столб, на котором воздвигнуто все человечество. Поэтому их пониманию, подробностям и различным толкованиям продается большое значение. Рай, в котором Аллах поселил Адама, и те покой и довольства, в которые он был там погружен, все это не было безвозмездным даром. Пребывание в нем было обусловлено умом, которым Всевышний наградил человека. А ум влечет за собой ответственность и испытание. Поэтому, поселив первого человека в раю, Аллах захотел испытать его, дозволив все блага, за исключением плодов одного дерева. «О Адам, ты и жена твоя живите в раю. Все деревья вам дозволены, за исключением одного. Не приближайтесь к этому дереву». В этом заключалось испытание наших прародителей. Для каждого человека вся его жизнь — это испытание, по итогам которой он получает рай или низвергается ад. Затем началась борьба, борьба с нафсом. Для того, чтобы прояснить тайну запрета и с наущениями шайтана, подталкивающего человека к ослушанию своего Господа. Эти борьба и противостояния неизбежны для каждого сотворенного Аллахом с целью сделать его наместником на земле. Таким образом, каким решено Всевышним. У человека два круга. В первом круге вынужденности он не обладает никаким выбором. Когда ему родиться, когда умереть, в какую эпоху прийти на землю, мужчиной или женщиной, какого цвета его кожа, маленький он или большой, высокий или низкий. Человек потерпел неудачу в первом же испытании. Ведь он любопытен и захотел распознать тайну вещей. А шайтан подстрекал его и внушил, что за запретом скрыто лишение его вечности, который тот странно желает. И произошло то, от чего предостерегали. Человек впал в ослушание. Адам и Хава вкусили от дерева и началось. Они увидели срамные места друг друга. Первым ослушанием Всевышнему было отказ совершить земной поклон. А вторым — вкушение Адамом от дерева. Аллах приводит человеку доказательства, доводы и аргументы в нем самом и в окружающем его мире, не спосылая пророческие чудеса и откровения. Он доказывает, что путь ослушания ведет к несчастью в этой жизни и гибели в жизни вечной. А тот, кто продолжает идти по этому пути, добровольно, получает заслуженное наказание. И Всевышний Аллах об этом знает. Однако проступок, совершенный Адамом при первом же испытании, носил временный характер, напрямую связанный с его исходом. Наш праотец покаялся перед Аллахом и Всевышний простил его, в отличие от Иблиса, чей проступок является ослушанием вечным. Разница между этими двумя проступками состоит в том, что Иблис возгордился перед Аллахом и вступил против него. Адам же, совершив проступок, сразу же попросил прощения, покаялся и вернулся на прежний путь. Но человек должен отвечать за свои поступки. В данном случае, результатом ослушания стало лишение Адама и Хавы, покоя и изобилия, погружение в жизнь, полную несчастья и испытаний. Они были выведены из рая и расселились по земле. Божественное испытание явилось средством для обучения избранных из числа рабов Всевышнего Аллаха. Это способ, который он воспитывает их и учит тому, что жизнь разнообразна и протекает между благополучием и трудностями, между силой и слабостью. Ошибка — это закон для всех детей Адама. Даже пророки и посланники ошибаются. Если бы вы не совершали грехов, Аллах уничтожил бы вас. Этот символический аспект повествования об Адаме, не говоря уже о реальной стороне, дал кое-кому основание утверждать, будто грех про отца человечества перешел ко всем его потомкам. Со временем это вылилось в концепцию первородного греха. Но ислам в отношении этого проступка занимает ясную, однозначную позицию. В Коране ясно сказано, что человек не отвечает за несовершенное им. Ни одна душа не понесет чужого бремени. Человек получает лишь то, к чему стремился. Каждый будет отвечать только за себя и не за кого другого. «Если ошибся мой отец, меня не спрашивают за его грех. Если же согрешу я, то за это не спросят моего отца». Утверждение, будто все люди ответственны за грех Адама, является величайшей ошибкой. Они не несут за него ответственности. Что касается самих Адама и Хавы, то Аллах простил их, принял от них и воздал добро. В Коране нет точного указания на место поселения Адама на земле, после того, как он был выведен из рая. Но некоторые предания сообщают, что этим местом была Индия или остров Цейлон. Многие предания гласят, что после покаяния он прибыл на тот участок суши, который первым появился на земле за много веков до этих событий. А этим участком является Мекка и местность вокруг нее. Возможно, речь идет о долине Арафа, которая в этих преданиях также связывается с Адамом и Хавой. Мы находимся в районе Арафа, одном из важнейших мест хаджа. Хадж — это Арафа. Говорят, что эта местность получила свое название из-за того, что именно здесь встретились Адам и Хава. У нас нет подтверждения этому мнению, но оно широко распространено среди людей. Все, что мы знаем, Адам, будучи выведен из рая, остановился в благочестивой Мекке и встретился с нашей праматерью Хавой на горе Арафа, названной так благодаря этой встрече. Говорят также, что Хава захоронена здесь же. Придание указывает на то, что Кабу построил Адам, алейхиссалям, вместе со своим сыном Шисом. Или же ее возвели ангелы, что в последующем она была разрушена и оставалась в таком состоянии до тех пор, пока не пришел Ибрагим, алейхиссалям, которому Аллах повелел отстроить ее. Таким образом, наиболее ярким следом пребывания на земле Адама, алейхиссалям, является Каба. Это величайший и древнейший из памятников такого рода. Воздвигнутая им Каба останется до Судного дня. Это самый долговечный след человека на земле. Первая запись в его книге «Созидание, прогресса и достижения». В каноническом предании нет подробностей из жизни Адама, алейхиссалям, но приведено повествование о двух его сыновьях. И хотя их имена в священной книге не названы, люди знают их как Хабиля, Авиля и Кабиля, Каина. В этом повествовании говорится о первом преступлении, совершенном человеком на земле. Благодаря подстреканиям шайтана в сердце Кабиля зародилась злость. Брат придрался к своему брату и в результате убил его. Так впервые пролилась человеческая кровь. Невозможно, чтобы оба сына Адама были одинаковыми, похожими друг на друга во всем, поведении, усердии, в работе и так далее. Нет, каждый из них — уникальная личность. Один был спокойным и уравновешенным, другой — сильным, спыльчивым и злобным, порой даже по отношению к родному брату. Самый важный урок, который следует излечь из повествования об Абиле и Кабиле, это значимость такого качества, как чистосердечие. Особенно четко она проявляется в тот момент, когда Абиль обращается к брату, «Если ты протянешь руку, чтобы меня убить, я не протяну своей, чтобы убить тебя, ибо я боюсь Аллаха, Господа миров». Где похоронены Адамы или Хава, точно неизвестно. Но в ряде преданий говорится, что он умер в Мекке и погребен на горе Абу-Кубайс. А она умерла в Джидде, где и по сей день сохранилась могила, известная как могила Хавы. Мы стоим перед могилой нашей праматери Хавы в городе Джидда. По поводу места захоронения нашего отца Адама существует много различных версий. Одни говорят, что она находится в Индии, другие утверждают, что в иных местах, но точных данных не сохранилось. Но в отношении Хавы разногласия нет. Все сходится в том, что она покоится здесь. Вот кладбище, именуемое кладбищем Хавы. Говорят, само название Джидда произошло от слова «Джадда», то есть «праматерь-бабушка». Это место может быть могилой нашей праматери Хавы, так как расположено недалеко от Мекки. А все мы знаем, что Адам и Хава имеют отношение к Мекке и Арафе. Вот это кладбище, оно находится в центре Джидды, недалеко от моря. Это направление на запад, к Красному морю. То на восток, благочестивой Мекки. Здесь восточная часть Джидды. В этой стороне центр города. А в той северной направлении на Медину. Да благословит Аллах и приветствует ее жителей. В мировоззренческом плане в истории об Адаме особый интерес представляет вопросы, касающиеся его пророчества, поднимаемые в книгах по Тафсиру и некоторых других старинных и современных источниках. А именно, был ли он пророком и посланником? И если да, то кому он был послан? Адам, алейхиссалям, был посланным пророком. С ним говорил Всевышний Аллах, а обращение Всевышнего к человеку – один из признаков пророчества. Кроме того, Аллах сказал, затем его Господь избрал его. А это также может относиться лишь к пророкам. Он был послан к своим детям. Так как у него не было племени, он призывал свою семью. Во время Адама еще не было народов, поэтому он являлся посланником к своей семье, своему потомству, сыновьям и дочерям. Он был послан к ним, он первый посланник и пророк. Вся история Адама, начинавшаяся с его сотворения и обучения именам, включающая в себя испытания, проступок и покаяния, содержит глубокий смысл. Она представляет собой цепь уроков, помогающих постичь науку о сути человека и его месте в этой жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok